Это у нас бровисима. В общем-то бровисима считается кишмешом. Вот одна плоскость. И вот он на второй плоскости. Гроздочки такого среднего размера. Ягоды тоже немножко разнокалиберные. Конечно, есть где-то поменьше гроздочки, где-то побольше. В среднем 2-3 грозди на побег. Чуть сюда переместимся. Здесь, конечно, листик нам тень создает. Вот такие вот среднего размера гроздочки. И смотрите, ягоды тоже такого среднего размера. Вот это крупная ягода. Вот в таких крупных ягодах у нас будет косточка. Сейчас я прямо у вас на глазах все это покажу. То есть вот в такой крупной ягодке у нас получилась одна косточка. Косточка еще и зеленая. Было, что у меня спрашивали, а как вы определяете зрелость. Значит, у ранних столовых сортов мякоть, то есть ягоды, зреет раньше, чем косточка. Поэтому у столовых сортов мы назрелась косточка. Можно, конечно, смотреть, но постольку поскольку. Значит, это вот такая вот ягодка. Ну, возьмем какую-нибудь вот такую покрупнее. Ну, обычную, да. Вот тоже мы ее разрезаем. И здесь у нас, смотрите, ничего вообще, ни рудиментов, вообще ничего нету. При этом видим, что размер такой достаточно хороший. Ну, вот еще посмотрим ягодку такую покрупнее. Что в ней, ну, тоже видите, да, и ничего абсолютно в этой ягодке нету. То есть, в принципе, как киш-миш, он себя ведет достаточно хорошо. Итак, по степени готовности на 24 августа он полностью готов. Что такое для нас полностью готов? Это когда мы можем срезать целую гроздь и скушать ее с удовольствием. Безоскомины, там, без чувства излишней кислоты, травянистых привкусов и так далее. По вкусу бровиссима простой гармоничный вкус. Приятный баланс сахара. То есть, ягода такая непритерная, а просто приятная для поедания. Мякоть сочная, ягода сама тоже сочная. Бывает, говорят, про треск бровиссима. Ну, в наших условиях, в наших условиях иногда бывает какая-то вот единичная ягодка. Ну, вот здесь, например, я... Ну, вот, вот одна ягодка на грозди. Она есть. Ну, дальше, дальше я особо ничего не вижу. Дальше все целенькое. Очень большая сила роста, конечно, у куста. Что еще по бровиссима? Большая сила роста. Очень большая. Немножко наша ошибка. Мы его нулевым кустом посадили с формировкой в одну сторону. Да, вот даже поскольку есть пока место, немножко ему тут дали свободы. Немножко он загущен. При этом, видите, да, что при таком загущении, при этом сезоне с болезнями тут все нормально. Ну, может, какое-то там единичное подожженное мильдию сверху есть. Ну, опять же, для этого года это на уровне погрешностей. Ну, лоза, в общем-то, тоже у него зреет достаточно хорошо. Киш-миш лучистый. Наверное, самый невезучий сорт на нашем участке. Как-то все время ему не везло. И он у нас подмерзал по весне. Ну, а дальше замкнутый круг, да. Не успевают вызревать лоза за лето. Урожай не очень, ну и так далее, и так далее. Ну, вот этой весной мы таки постарались от заморозков его защитить. Вот, получили урожай. Гроздочки, конечно, разные. Вот здесь грозди небольшие. Мы ничего не нормировали. Окраска интересная. Вот такая вот желто-розовая. Причем розовая она с теневой стороны, а желтая с солнечной. Вот здесь, смотрите, листиками было прикрыто. Я даже не видела эту гроздь. Да, и вот здесь она более розовая. Даже ягодки здесь покрупнее. Но вот с теневой стороны тут вообще-таки прям очень хорошие грозди. Смотрите, сейчас покажу. Вот это вот все. Вот это. Это одна гроздь. А вот это вот вторая. То есть потенциал очень хороший. Хороший, если его защитить весну, да, и дать нормально вызреть лозе. По срокам он такой немножко поздноват, но в этом сезоне, 30 августа, он уже практически созрел. Почему я говорю практически? Потому что не полностью. Смотрите, это такой юго-западный пристенок. С другой стороны находится соседское здание. Соседская баня. Соответственно, то, что я вам показывала, вот эти большие красивые грозди, они находятся в тени, и они еще не совсем готовы. Конечно, как я всегда говорю, с голодухи можно кушать. То есть там они уже сладенькие. Но мускатик еще не яркий. И в шкурке, ну, такой чувствуется, слегка травянистый вкус. Здесь же сторона солнечная, и здесь уже ягода полностью готова. Касательно класса бессиманности, могут в более крупных ягодках встречаться редкие рудименты. Как я уже сказала, на 30 августа ягода практически готова. Вот с этой солнечной стороны. Ягода сладкая, с приятным мускатом. Мускат такой с легкой цитронной ноткой. Ягода сочная и нежная. Ну, касательно возревания лозы. То есть если у нас по весне не было катаклизмов, то, в общем-то, и лоза зреет достаточно хорошо. В этом году умеем, что лоза уже на это время хорошо желтая, и уже процессы возревания идут во всем. Может хватать мельзи, поэтому, конечно, профилактические погодки надо делать обязательно. Ну, если их делать, в таком случае, в общем-то, вполне он себя будет нормально чувствовать. Велес. Ну, вы только посмотрите на эту красоту. Сейчас здесь солнце. Вот камера показывает часть гроздей. Там дальше я потом поменяю, еще покажу. Ну, в этом году Велес прям вот не просто порадовала, очень порадовала. Вот здесь вот это все одна гроздь. Я специально беру рулетку. Как он берем? Здесь листья, чтобы вам было вот так вот хорошо видно. Вот. Вот это одна гроздь. И длина ее, я даже, ну, вот отсюда мерю, 43 сантиметра. Вот такая вот огромная гроздюля. Ну, остальное поменьше, кстати, на этом побеге есть еще одна гроздь. Она, конечно, поскромнее. Ну, остальные вот такие. У нас почему-то, кстати, и те годы у Велеса вот были именно вот такие гроздь какие-то кругленькие. Ну, вот это вообще плотнючая, плотнючая. Вот эти тоже такие. Ну, интересно, он когда цветет, как брокколи, получается. Вот такие вот гроздочки. Ну, здесь на второй плоскости тоже такие. Ну, они плотные. Я думаю, что на килограммы они точно потянут. Ну, до такого состояния он у нас несколько лет разгонялся как-то ему. А что-то у нас не нравилось. Ну, наконец-таки он решил, что все, все-таки пора хозяев порадовать. Да, и вот вывалил такой урожай. Цветет всегда самый последний. Уже все отцвело, а Велес все еще цветет. Точнее, зацветает. Сегодня у нас 6 сентября. И Велес полностью готов. Единственное, что, кстати, ничего не нормировали, ничего не убирали. Вот решили, ну, давай уже посмотрим его, вот, как он полностью созревает, да, под полной нагрузкой. То есть вот-вот огромные гигантские грозди. Вот самые-самые нижние ягодки. Вот, примерно вот так. Можно было бы отрезать. Они такие немножко еще кисловатые. Все остальное, оно созревшее полностью. Вот эти вот грозди, они созревшие полностью. По вкусу ягода очень сладкая, очень сочная, с легким хрустом и с легким приятным мускатом. Ну, в ягодках могут встречаться небольшие мягенькие рудименты. По болезням может где-то по верхушкам в конце сезона чуть-чуть схватить. Нельзя. Лоза, в принципе, у него зреет достаточно неплохо, но его надо нагружать. Вот те годы он у нас как-то поджировывал, как-то не мог нормально урожай заложить. Вот в этом году и урожай заложил, и, в принципе, лоза на начало сентября вполне в нормальном состоянии. Конечно, есть формы, у которых больше разрывания лозы, но, опять же, все равно велес еще у нас немножко поджировывает. Еще можно было бы его нагрузить, но просто не о чем было. Да, еще по жалобам по треску. В наших условиях велес не трещал ни разу. Это уже четвертое, наверное, его плодоношение, но было там все время по чуть-чуть гроздей, и были дожди, у него треска не было, либо если и был, я же не могу помнить, все за 4 года идеально, какой-то такой незначительный, который не запомнился. Сейчас стоит жаркая, сухая погода, наверное, недели полторы назад, вот было тоже после суши дождь у нас прошел, и все у нас целенько, даже вот в этой вот плотнике. Ну, видно, да, плотность. То есть, конечно, в такой грозе проблем с треском будет меньше, потому что она свободная. А так вот эти вот плотники, ну, тоже в них все в порядке. То есть, конкретно в наших условиях, я это подчеркиваю, у нас проблем с велесом по треску, ну, по крайней мере, вот за пару последних лет не было. Это у нас гелиадор, куст посадки прошлого года, здесь он у нас пойдет на пергулу, и мы имеем плодоношение. Вот такая одна гроздочка, довольно неплохая для куста второго года, ну, а вторая здесь немножко поменьше. Сегодня у нас третье сентября, возьмем какую-нибудь позеленею ягодку, вкуснющая и сладющая, хрустящая, сочная, очень хорошая ягодка. Вот даже на таком молоденьком кустике созрела, ну, по вызреванию лозы, тоже видите, да, что у нас тут лоза, о, насколько вызвала. Вот, причем, смотрите, вот сзади, сзади же парк, березы, да, конкуренция, вот, ой, как хорошо растет гелиодор.